МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. С каждым днем город становится чище. После долгой зимы сотрудники ДОР-сервиса наводят порядок. По признанию самих коммунальщиков, апрель – самая горячая пора. Как изменится зона отдыха в центральной части города? Депутат Московской областной думы Юрий Липатов ознакомился с планами благоустройства. Начало работ мы планируем на июне-июль месяц. Из экспертизы сейчас должна выйти проектная документация уже с окончательными расчетами. Общепедагогический стаж семьи Извидного составляет ни много ни мало – 200 лет. Собственно говоря, династию мы продолжили от бабушки, от папиной мамы. У ДОР-сервиса горячая пора – подготовка к летнему сезону. Наш дежурный по району Максим Козлов проехал по улицам Видного, посмотрел, что именно делают сотрудники предприятия и выяснил, когда работы по благоустройству будут закончены. Специально искать технику и сотрудников ДОР-сервиса не нужно. Ощущение, что в эти дни они повсюду. В Ленинском районе более 300 километров автомобильных дорог, порядок на которых контролирует муниципальное учреждение ДОР-сервис. С 20 марта на них началась подготовка к летнему сезону. За зиму на дороге было нанесено более 12 тонн песко-соляной смеси. Теперь все это необходимо убрать. Впрочем, уборка ведется не только на дорогах, но и вдоль них. Фронт работ довольно внушительный. В подготовке дорог к летнему сезону участвуют более 30 сотрудников ДОР-сервиса. В своей работе они используют 40 единиц техники. Это грейдеры, погрузчики, экскаваторы, подметальные и поливомоечные машины. Мусор убирают и с помощью специальных вакуумных пылесосов. Иногда работа сотрудников ДОР-сервиса создает проблемы для водителей. Но движение, если и прерывается, то не больше, чем на пару минут. По признанию самих коммунальщиков, апрель – самая горячая пора. Именно в это время необходимо помыть дорожные знаки, бордюры, металлические элементы и ограждения, обновить дорожную разметку. А на протяжении лета нужно будет просто поддерживать порядок на дорогах. Уборка дорог продлится еще около недели. Во второй половине апреля начнется нанесение разметки. Работает ДОР-сервис и с памятниками. Их на территории Ленинского района немало. Скоро будет праздноваться 90-летие муниципалитета, а значит, необходимо привести в порядок и эти памятные знаки. Многие из них давно не видели ремонта. Работу планируется завершить в течение двух-трех недель. Впрочем, когда речь идет о сроках в ДОР-сервисе, предпочитают не загадывать. Планы свои коррективы может внести переменчивая весенняя погода. Руководство ДОР-сервиса обращается к водителям и просит с пониманием относиться к технике, которая сейчас работает на улицах города. Ведь это делается для нашего с вами блага. По району дежурили Максим Козлов и Сергей Ларин. Видное ТВ. Масштабное благоустройство ждет общественную зону отдыха у кинотеатра «Искра» уже этим летом. Здесь появится скейт-площадка и новый плоскостной фонтан, качели под навесом для взрослых, новые прогулочные зоны, а у пруда можно будет отдохнуть лежа на шезлонгах. Ознакомилась с планом видного благоустройства вместе с депутатом Московской областной думы Юрием Лепатовым и наша съемочная группа. Скейт-площадка, качели для взрослых, зона релакса у воды с шезлонгами и столиками, современный водно-игровой комплекс для детей, масштабное благоустройство общественной зоны у кинотеатра «Искра» и Тимховского пруда начнется уже в начале лета. Проект приурочен к 90-летию Ленинского района. Ознакомиться с ним и нынешним состоянием территории приехал депутат Московской областной думы Юрий Лепатов. Под эту дату губернаторам выделены очень хорошие средства на оформление территорий. И, на мой взгляд, местный исполнительный власть принял правильное решение привести в такой хороший современный вид, сделать комфортной территорию. Основная идея – четкое зонирование пространства, чтобы посетителям всех возрастных групп было интересно, и при этом они не мешали друг другу отдыхать. Задумка какая? Ничего не меняя. В том плане, раньше предшественники нормальную, хорошую концепцию заложили, мы ее сохранили. Четыре зоны. Первая зона – это у нас зона Аллея Славы, где мы сейчас находимся. Здесь практически ничего не изменится. Планируется лишь восстановить покрытие и провести мелкий необходимый ремонт. Единственное – памятник малолетним узникам концлагерей и перенесут на саму аллею, ближе к другим монументам. Вторая зона – Тимоховский пруд. Тут также заменят покрытие, возведут новый мост, сделают зону отдыха у воды с деревянными настилами, столиками, шезлонгами и небольшими навесами. Оборудуют дополнительные площадки для отдыха на склоне со стороны строительной улицы. Третья зона – для отдыха детей и молодежи. На месте существующего фонтана появится новый плоскостной, а кроме того будет сооружен современный водный игровой комплекс. Когда дети будут ходить и бегать по плиткам, нечаянно нажав на ту или иную плитку, они будут обрызганы водой. Но при этом будут предусмотрены также еще резервуарчики игровые, где можно также в воде копошась какие-либо емкости, заполняя, делая переливы своеобразные, устраивать ручейки. Для молодежи оборудуют большую скейт-площадку с трибунами для болельщиков. Там можно будет даже проводить соревнования. Для ребят помладше – новая детская площадка с современным игровым оборудованием и спортивными комплексами. Четвертая зона – центральная часть для прогулок, семейного отдыха и проведения массовых мероприятий. Прогулочных зон и пешеходных дорожек станет больше. У кинотеатра «Искра» появится зона отдыха с качелями под навесом, кафе, столики для игры в шашки и шахматы. Начало работ мы планируем на июне-июль месяц. Из экспертизы сейчас должна выйти проектная документация уже с окончательными расчетами. Это конец апреля у нас. И сразу же, как только мы получим положительное заключение по сметной документации, запускаем процедуру уже по отбору подрядчика на проведение самих работ. Это май месяц. Ну и, естественно, конкурсные процедуры, которые у нас проходят со сроками, если мы отчитываем, то как раз июнь-июль месяц мы должны выйти на эти работы к октябрюлю месяц и постараться все закончить. Задачи стоят конкретные, непростые. Сейчас уже середина апреля. Но у меня нет никаких сомнений, что все будет сделано вовремя, все будет сделано качественно. Работы масштабные, но благоустраивать территорию будут поэтапно, по зонам. Поэтому жители особых неудобств не почувствуют, уверяют в районной администрации. Не секрет, что вместо общего контейнера для мусора теперь есть два синего и серого цветов для разных отходов. В пятой школе состоялась конференция, посвященная раздельному сбору мусора. О том, почему так важно разделять и только после этого выбрасывать, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Переход на раздельный сбор мусора осуществлен, но в реальности далеко не каждый пользуется этим полезным экологическим нововведением. Именно по этому поводу в пятой школе провели конференцию, в ходе которой спикеры рассказали о всех преимуществах разделения отходов по синим и серым контейнерам. Целью нашей акции было экологическое просвещение. Рассказать, а какая же бывает маркировка. А как мы поймем, какие отходы мы в какой контейнер должны сдавать, а какие может быть не надо вкладывать в этот контейнер. Одним из организаторов конференции была учитель химии Венера Тарасюк. Она подробно рассказала собравшимся о переработке материалов, а также о своем проекте, который направлен на улучшение экологической среды. На протяжении трех лет с командой добровольцев Венера Тахировна проводит акции по раздельному сбору мусора. По ее словам, распределять отходы может каждый, главное во всем разобраться. В синий контейнер у нас кладется стекло, бумага различного вида, жесть, алюминий и полимерный материал. Это бутылки, пэт-бутылки, крышки с двойкой, с маркировкой два. У нас полимерный материал с маркировкой четыре. Это может быть как тара, так и пакеты. Слушатели конференции получили много важной информации не только по раздельному сбору мусора, но и узнали о переработке отходов. Школьники увлеченно и задумчиво воспринимали слова выступающих. Мне небезразлична судьба дальнейшим нашего поколения и что будет с окружающей средой. Я узнал новое по поводу пластика, то что если стаканчики твердые, то ими нельзя пользоваться, именно чтобы пить горячий чай и так далее. Вот это мне понравилось. Остальное, остальное я много слышал уже, но очень интересные были спикеры. В завершении конференции слушатели ознакомили с акцией «Добрые крышечки», цель которой через борт пластиковых крышек помочь больным детям обрести здоровье. Это еще раз подтверждает, что разделяя отходы и обеспечивая тем самым чистоту экологии, люди могут помочь не только себе, но и окружающим. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Елена Кошлева. Видное ТВ. Продолжаем получать хорошие новости с чемпионата России по водным видам спорта. В дистанции 100 метров вольным стилем третьим к финишу пришел Евгений Рлов с результатом 48,33 секунды. Еще один наш земляк, который также тренируется в оздоровительном центре «Дельфин» Иван Гирев, финишировал шестым. У этого 19-летнего спортсмена еще все впереди. А мы ожидаем известий о результатах коронной дистанции Евгения Рлова 200 метров на спине. Трудовой стаж этой семейной династии педагогов составляет порядка 200 лет. Среди них были учителя и воспитатели. И пример этих благородных и очень нужных профессий перенимали дети, также становясь педагогами. Наша съемочная группа встретилась с тремя представительницами трудовой династии и узнала, почему педагогика стала для каждой из них делом всей жизни. Детским садом номер один руководит необыкновенный человек Ольга Николаевна Королева. Можно без преувеличения сказать, что этому дошкольному учреждению она посвятила всю свою жизнь. Ведь впервые она попала в детский сад в возрасте шести месяцев. Тогда здесь трудилась мама Ольги Николаевны, Светлана Ивановна Парусникова. Старшая в большой семье, она всегда помогала родителям ухаживать за младшими братьями и сестрами. А выйдя замуж, переехала из Каширы в Видное и сразу устроилась в тогда единственный детский сад города – Журавушка. Для своих воспитанников Светлана Ивановна была самым близким человеком. Всех любила. Надо было любовь отдавать всем детям. Самое главное, что были сухие, накормлены, сыты были, сухие, не мокрые, не грязные. У нас круглосуточные были детские сады. Приду в ночь, со всех все поснимаю, все трусы перестираю, колготки все постираю, все повешу, высушу. Утром всем детям все чистенько одевалось. Светлана Ивановна давно на пенсии, но в сад частенько приходит. Ее приглашают на праздники, да и просто пообщаться в группе с детьми очень любит. Вот пароход. Танк. Танк. Похож на пароход, а не танк. Вот это танк. Именно в этой группе работало три с лишним десятка лет, Светлана Ивановна. Многое сегодня здесь выглядит иначе. Мебели, тогда с такой мебели не было совсем, игрушек таких не было. Все приносили родители. Много приносили. Сейчас не разрешают, а тогда все приносили родители. Таких столов не было, были деревянные раскладушки были. Ну, в общем. А дети те же? Дети совсем другими. С этими другими детьми работает новое поколение педагогов. И среди них наша героиня Ольга Николаевна Королева. Работа каждого сотрудника детского сада ей знакома, ведь в свое время она была и няней, и воспитателем. Кстати, тоже в этой группе. Затем заместителем по воспитательной работе и, наконец, заведующей. Дети – это самое лучшее, что есть в нашей жизни, говорит она. С ними очень интересно работать. Они с ними и посмеяться, и потанцевать, и поиграть, все что угодно. То есть впадаешь тоже в детство в это и играешь с ними. А еще учишь чему-то каждую минутку. В школу малыши должны прийти самостоятельными, развитыми. А о том, насколько хорошо готовят в саду детей к учебе, может судить старшая сестра Ольги Николаевны – Юлия Николаевна. Ведь она уже 34 года работает учителем начальных классов в Калиновской школе. Работать очень интересно в школе, никогда не состаришься. С каждым новым выпуском я им свое отдаю, свои знания, а дети вооружают меня своими новыми знаниями. И поэтому все время на плаву и все время на позитиве, и все время в активной форме. А решила стать именно учителем, потому что был пример – бабушка по линии папы. Собственно говоря, династию-то мы продолжили от бабушки, от папиной мамы. Поэтому я видела, как она занимается со мной, я видела, как мама со мной занимается. Тетя была учительница. Поэтому деваться было некуда, выбор-то небольшой был. Есть такое понятие – чувство детей. Это как раз о Юлии Николаевне. Я разговариваю с детьми, если мне что-то не нравится, они понимают мой взгляд, собственно говоря. Если у меня мальчишки между собой не могут подружиться или что-то, найти общий язык, я вызываю, я говорю, ну-ка, мужики, давайте разбираться вместе. Какие у кого претензии к кому? Они это быстренько решают. Я просто смотрю, как вот арбитр, посторонний человек, и они находят общий язык. Каждая из представительниц этой семейной династии в своей работе делала или делает акцент на воспитании личности, понимая, что в их руках самый важный период становления человека – детство. Считается, что на семью у педагогов часто не остается ни времени, ни сил. Но это точно не о них. Их дети и внуки растут тут же, впитывая любовь и понимание к важности педагогического труда. И о погоде. В пятницу власть над погодой перейдет к антициклону. Он будет приближаться со Скандинавией, затягивая северными ветрами прохладный воздух. В ночи станут холоднее. Минимальная температура в пятницу еще положительная – от нуля до плюс пяти. А уже в выходные она будет в пределах от минус трех до плюс трех градусов. Прохладнее станет и днем. Максимальная температура – от четырех до девяти градусов. Существенных осадков при этом не ожидается. А у нас на этом все. Увидимся завтра. Хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!